И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас довольно-таки необычный видеоролик, который связан с потенциальным, тем самым интереснейшим нагибчиком в ББП формате, как было раньше в старые добрые времена. Сегодня захотел вот я записать такой вот видеоролик. Мы с Аветисом буквально, наверное, пару-тройку дней назад скатали очень интересный бой. Как вы видите, я зашел на остров 13 минут до конца, счет по точкам отрыв 160, это ББП бой, фонд 10 тысяч. Я подумал, почему бы не записать вот такой вот грабщик, который у нас не часто появляется вообще в игре. Я не записывал подобного рода вообще видеоролики, но если вам подобного рода видеоролики будут нравиться, то обязательно прожимайте лайк, и такие видосы будут появляться намного-таки, намного-таки чаще. Ну и, конечно же, давайте сделаем небольшой опрос. Если вам нравятся вообще в принципе ББП бои, если вам нравится их не только играть, но и смотреть, то вы обязательно прямо сейчас поставите палец вверх, и если не подписаны на канал, тоже, конечно же, обязательно подпишитесь. Ну а мы залетели на такой вот интересный боёчек. Записываю я звук, конечно же, уже сверху, потому что это было уже довольно-таки продолжительное время назад. Ну и в таких боях, если записывать голос, то ничего такого сверхнагибаторского там не услышишь и не расскажешь. Ну а сегодня я хотел бы просто рассказать, как проходил данный бой, что я вообще думаю по подобного рода боям и насколько часто раньше мы участвовали в таких боях. Раньше это было простое дело, мы заходили постоянно в такие катки, постоянно выносили фонды, кристаллы были нужны постоянно. И постоянно очень много, конечно, говорю, но ссори за стопологию. Но подобного рода бои, когда ты играешь, ты чувствуешь определённый азарт, тебе надо быстро за короткое время вытащить катку. При этом ты ещё получишь довольно-таки неплохое количество кристаллов. Если бы сейчас бы, как раньше, мне нужен был бы гараж, я бы каждый день и на стримах, и возможно даже какие-то определённые видосы бы записывал, как я граблю катки, как эти катки быстро выносятся, и как же легко можно заработать у нас в игре кристаллы. Ну и сейчас нет у меня таких вот сверхнагибаторских целей, но всё равно периодически, когда просто захожу в танки, просто открываю бои, и тут я вижу, блин, такой вот есть неплохой боёчек, который можно отжать. Например, как произошло с данным боем. Я смотрю два места, я вижу, что осталось довольно-таки маленькое количество времени, понимая, что в данной катке есть неплохой фонд, и думаю, блин, надо обязательно зайти, обязательно зайти и просто отжать фондецкий. Я позвал Авети Смергеляна, залетел на каточку, увидел, что у нас довольно-таки слабый союзник, подумал, блин, как мы можем выиграть бой, попросил его одеть Изиду, и он... Очень хорошо, что он согласился её одеть, потому что я думаю, что если бы в данном бою он её не одел, то шансов вытянуть такую катку, при том, что за 13 минут тебе нужно скрутить около 200 точек, даже при всём том раскладе, то, что они крутятся быстро, это было сделать бы очень сложно, потому что бы противник постоянно её отхватывал, ну и тем самым не было бы таких больших возможностей скручивать постоянно данный отрыв. Но как только данный игрок одел нагибаторскую Изиду, всё стало намного-таки, намного-таки проще, он лечил нас, мы уничтожали противника, который, по сути, тоже не составлял особо больших проблем и не делал какую-то такую сверхнагибаторскую игру, да, периодически он забирал данную точку, но, в общем и целом, у нас получилось отжать довольно-таки быстро этот отрыв и в конечном итоге уже забрать данный фонд, но это если забежать вперёд. Ну а что касаемо таких боёв, то раньше они имели место быть и таких боёв в одно время было очень-очень много и постоянно был шанс даже не то что заходить в определённую катку, да, то есть, например, зашёл в одну катку и потом у тебя простой, ты не можешь найти какую-то грабу, играешь в какой-то там бой с нуля. Было время, когда ты мог просто сидеть, забирать, например, вот такого подобного рода боёчек, забирать быстрый фонд, отжимать его, выходить с этой катки и сразу же видеть ещё как минимум 3-4 таких же самых боя и ты думал, блин, куда зайти сюда, сюда, где больше фонд, а что отжать? Потом игроки уже начали понимать, что имеются вот такие вот ребята, которые залетают, играют лучше, чем среднестатистические игроки в ББПшках, да, это там Остров, ЦП, это Оренка, ну, в общем-то, такие небольшие карты, на которых постоянно росли быстро фонды. И понятное дело, что когда, например, определённая команда неплохо так гнёт, а вторая, ну, заведомо сливает, она раньше очень быстро сливалась и постоянно выходила. Вот как сейчас, например, в данном бою, игроки играли, поняли, что они сливают, что у них ничего не получается, они просто вышли с боя, они не решили там страдать. И именно в такие моменты появляются те самые грабы, зачастую в которых можно отжать очень большие фонды, да, здесь, грубо говоря, за 13 минут, когда ты заходишь на Остров, и у тебя имеется 10к фонды, это довольно-таки неплохие вещи, и когда ты, грубо говоря, даже сейчас с премкой можешь, там, за такую катку, там, тысяч, там, шесть, наверное, кристаллов, я не помню, сколько мы тут получили, но, в общем, мы увидим это число получить за 13 минут, то это... это вам не в матчмейкинг, как бы, играть, и даже и не заданки выполнять, всё равно получите, в общем и целом, больше, даже без, там, всяких x2 фондов, челленджей и прочей, короче, фигни. Ну и, соответственно, раньше таких боёв было намного больше, сейчас мало кто уже играет, но зачастую игроки всё равно уже не качают фонды, потому что было время, когда ребята, ну, не с таким сильным, наверное, скиллом начинали уже такие бои просто раскачивать, то есть, играли таким образом, в какой-то степени поддавались противнику, дабы он не выходил с боя. То есть, сейчас уже противники, ну, просто выносят бои, уничтожают нубов, и потом у тебя есть шанс залететь спокойнейшим образом в такую катку, и вот так вот грамотно отжать фондецкий, плюс получить какие-то определённые эмоции, потому что, когда ты такие катки грабишь, для меня это доставляет, ну, просто колоссально большое количество эмоций и удовольствия, когда у тебя всё получается, когда ты понимаешь, что ты зашёл, скрутил годный отрыв, и при этом ещё забрал неплохой фон. Ну, а что касаемо таких боёв, в плане именно такие скиллозависимость игры, то здесь тоже есть свои определённые нюансы, и, если честно, зачастую бывают игроки, которые пытаются отжимать фонды, даже, ну, когда мы, например, там, кого-то раньше грабили, можно было просто переграбливать, то есть, грубо говоря, ты заходишь в катку, противник выходит, то есть, тот противник, который уже выгнал кого-то, он выходит и заходит ещё один, то есть, граб на граб получается, и тогда бой проходит очень ожесточённо, и за то же количество, маленькое количество времени тебе нужно ещё либо сохранить этот самый отрыв, либо же дожать, только уже не у простых игроков, которые, ну, играют так, средне, да, у которых не так сложно отжимаются фонды, вот, например, как в данной катке, мы, грубо говоря, с Аветисом вдвоём зашли в бой, понятное дело, что Изида как бы нас лечит, но это явно не какой-то там сверх прокачанный игрок, и не какой-то там нагибатор, он просто играет подобного рода бои, и не сказать, что он сильно гнёт, но при том раскладе, то, что он переоделся, то, что он услышал нас, он вносит свою влепту в данный бой, ну, а если бы он бы не переоделся, то дела бы, как я уже сказал, обстояли бы намного-таки намного-таки тяжелее, и подобного рода бои вытягивать было бы куда сложнее, да, может быть, в какой-то степени это было бы намного-таки намного-таки интересней, но вытягивались бы они тогда куда тяжелее, и при этом раскладе тебе нужно было бы показывать уже довольно-таки хороший скилл. К чему я всё это дело веду? Веду я всё это, ребят, к тому, то, что сейчас данные бои уже далеко не актуальны, да, бывают, они попадаются, но даже мы, когда видим подобного рода бои, не всегда заходим в них, потому что, ну, в какой-то степени иногда даже не хочется залетать, там, что-то отжимать, потому что, ну, по сути, ну, что ты прибавишь себе там какие-то там 10 тысяч кристаллов, ну, а зачем? А куда тебе их тратить? Да, если бы сейчас бы, мне бы нужно было бы прокачать ещё бы пол гаража, там, модули, я не знаю, там, пушки какие-то новые бы появились бы, там, М5, М6, там, вооружение, ну, я, конечно, уже тут напридумывал, но если бы подобного рода была бы цель набивать большое количество кристаллов, то подобного рода бы и контент, и видосы выходили бы, и было бы вообще круто катать такие катки, я думаю, даже и на стримах было бы интересно смотреть, как такие отжимаются, ну, и плюс получаешь за каждый такой интересный бой свои дополнительные эмоции, но сейчас, к сожалению, это не так актуально, и в этом есть определённого рода проблема, потому что зачастую я в матчмейкинге встречаю, ну, мягко говоря, слабых игроков, даже, я бы сказал бы, ботов, которые просто-напросто вообще в какой-то степени не понимают, что они делают, да, и если бы такие бы игроки катали бы ББП бои, в которых нужно было бы показывать какой-то определённый скилл, их бы грабили бы раз, два, три, четыре, и потихоньку они бы уже бы учились чему-то, они учились бы играть, у них бы получалось уже что-то совсем по-другому, они бы понимали, блин, ага, так, меня постоянно выносят, значит, что-то я делаю не так, значит, мне надо играть как-то лучше, показывать какой-то свой достойный результат, дабы я мог уже и забрать фундик, и даже если и проиграю, то хотя бы чему-то научусь. Ну, а что мы видим в матчмейкинге? Мы видим лоу-скильных игроков, я не знаю, с чего они играют, я не знаю, там, может, телефоны, может, ещё что-то, но зачастую встречаются такие игроки, я их уже просто-напросто называю ботами, потому что, ну, я не знаю, я не могу смотреть на таких игроков, которые играют, там, например, с приваренной башней, либо же там вообще просто стоят на одном месте и не понимают, что происходит. Но в ББП боях даже такие игроки учились чему-то новым, а чему их учат матчмейки? Ничего. Ты играешь 7-минутный бой, ты ничего не показываешь, заходишь в следующий такой же бой, и у тебя всё продолжается, ты ничего не меняешь и думаешь, что, да, пофиг, что там, ну, постоял на одну катку, постою в следующую, постою в ещё одну, но в таких боях было бы всё совсем-совсем по-другому. Что касаемо данного боя, осталось у нас уже 2 минуты, мы, пока я тут балаболил, уже скрутили отрыв, уже даже выигрываем в плюс 30 точек, противник переодевается постоянно, да, у них имеется такой вот не совсем супер нагибаторский скилловый игрок с ником Андрей, да, он играет на страйкере, я, если честно, даже рофлил с этого страйкеровода, да, в какой-то степени, может быть, его пушка бы заходила бы, если бы он бы играл бы немножко по-другому, но, так как игрок не особо понимает, что ему нужно было делать в таком бою, да ещё и на такой пушке, ещё и на острове, при всём этом раскладе, когда у тебя имеется 2 эзиды, тебе явно надо подпушивать, чтобы ты собирал урон, а соски тебя лечили, то мы спокойнейшим образом выносили данный бой, за полторы минуты до конца уже имели плюс 30 очков отрыва, а ведь Смергелян, конечно же, в таких моментах немножко паникует, говорит, давай-давай, аккуратней играем, аккуратней, они же ещё могут догнать, но я уже, конечно, в душе понимал, что это на изи-каточке выигранный бой, потому что, когда ты скручиваешь больше 200 точек отрыва, ты, ну, при любом раскладе уже на плюс морали и понимаешь, что выиграть данный бой уже не составляет никакого труда, ты просто зашёл уже и достойно его выносишь. И в подобных катках, когда у тебя остаётся мало времени, и если она очень сильно напряжённая, то тебе нужно чётко понять, что тебе нужно сделать, да, например, на острове, дабы выиграть подобного рода катку, когда у тебя нету, например, отрыва, да, хорошо, у нас в данном бою отрыв уже был, и у нас получалось всё довольно-таки грамотно и контролить точку, и соперник ошибался, ну, а если бы были бы какие-то моменты, когда что-то не получалось бы, тогда бы нужно было бы сыграть более грамотно, тебе нужно было бы рассчитать тот самый тайминг, за счёт которого ты потом бы мог бы забрать данную катку, ну, благо здесь ничего такого не надо было сделать, и ты мог спокойнейшим образом тут уже в какой-то моменте просто почилить и выиграть такой вот интересный бой, 15 секунд у нас оставалось, отрыв 30-ка так и сохранился, с 10 тысяч фонда мы добили до почти 13, противник под конец ещё и решил переодеться на рикошета, не знаю, зачем это было сделано, я поблагодарил своего тиммейта, потому что он сыграл довольно-таки хороший бой, и за 13 минут с премиком мы получили совет с Мергеляном по 5000 кристаллов, 13 минут 5000 кристаллов, и вот потом подумайте, сможете ли вы такое количество заработать в матчмейкинге, хорошо подумали? Ну и напишите в комментариях, как вы считаете, БВП бои подобного рода, это круто, или же стоит просто играть в обычный матчмейкинг? Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребят, получился, если вам понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!